Смотри, вот мой пояс. Пояс чемпионов среднего веса. И у меня уже есть план для того, чтобы, как это называется, вычистить дивизион. То же, что Джон сделал в своем дивизионе. Но он не поднимался на категорию выше. Я же сражался в боксе, в кикбоксинге и сейчас выступаю в ММА. Я хочу расчистить дивизион. Если Джон хочет сразиться прямо сейчас, пускай спускается в 185 фунтов. Я дам ему бой без очереди, потому что он чемпион в своем весе. Я дам ему выступить вне очереди. Но, дай мне сперва выполнить мою работу. Я уже говорил, бой в 2021 году. Он очень умный парень. Все видели, что Канело сделал с Ковалевым. Люди стали говорить, что он новый чемпион вне зависимости от весовой категории. Я же на это отвечаю. Вы что, забыли его бой с Мэйвезером? Мэйвезер сделал то, что пытался сделать Джон Джон со мной. Он хотел сразиться как можно раньше, когда его соперник еще молод и свеж. Это очень умный ход. Его тренеры увидели мой рост. Они следили за мной. Бой от боя. Поскольку я очень часто выступаю. Боже, да этот парень все лучше и лучше. Если нам нужно его победить, тогда необходимо это сделать вчера или даже раньше. Поскольку каждый раз я становлюсь лучше. В нем есть величие. Он один из величайших бойцов независимо от всего. Но он фанат. Мой самый большой фанат. Джонни Боунс Джонс. Чертов Джонс. Он мой самый большой фанат. Я раньше был его фанатом, но не люблю трепаться просто так. Если ты хочешь со мной сразиться, просто скажи. Посмотри на меня и Канонира. Он прекрасный человек. Я хочу с ним сразиться из-за того, кем он является и из-за его навыков. А Джонс бежит от вызовов. Как я уже сказал, я свежая кровь. Я забираю у него славу. Он мне не нужен. Это ему нужен я. Так что если Джонс хочет сразиться, пускай спускается. Думаешь, он чист? Дай-ка подумать. Считаю ли я его чистым сейчас? Возможно. Поскольку если он вновь слажает, если он вновь слажает, у него уже было так много шансов. Он растерял уже три шанса. Он не может позволить себе вновь облажаться. Я бы хотел верить в то, что он чист сейчас. Ты сказал, что сразишься с ним в 2021. Думаешь, он будет еще не побежденным? И ты одолеешь его первым? Мы спорим с Домиником Рейсом насчет этого. Он приятный парень. Я сказал ему, что достану его первым. Он ответил, что этого не произойдет. Как ты считаешь, этот парень может его победить? Или Кори Андерсон? Да, любого можно победить. Юджин сказал мне, когда я выступал в кикбоксинге, я был непобежденным с рекордом порядка 40-0, неважно. И он однажды сказал мне, когда я потерпел первое поражение, когда ты дерешься достаточно долго, рано или поздно ты проиграешь. И это часть игры. Я проигрываю на тренировках, я отхватываю от разных людей разного уровня в зале. Так что в любой день любого человека можно победить. Даже в бою с Тьяго Сантосом я считал, что он выиграл. Но кто-то посчитал иначе. Нужно было пересмотреть этот бой. Но я понял, что пересматривать не стоит. Эй, это Саня! Зачем ты вызываешь меня на бой, а затем сливаешься? Почему? Потому что у меня есть мышцы и все такое. Да нет, парень, давай драться. Выбирай дату. Позвони Даню Уайту и скажи дай мне дату боя. Ты понял?